земля и вот наступил для меня волнующий момент когда-то может такой день 5 да я не поздравился здравствуйте друзья вот сейчас у нас 5 июля 21 года и может быть этот день этот час когда-то будет при за даже я бы сказал кардинальном развитии чайского общества извините что-то громко заявляю сейчас поймете дело в том что я чем дальше тем больше поражаюсь невежеству которая поселилась в душах людей и в науке и в тех знаниях которые передают молодым поколением я сейчас несколько минут о том посвящу кому не интересно ну подождите только не отключать и компьютеры все равно впереди будет та же наука как растет деревья но это очень важно может это будет исторический день исторический час что 16 1 минута по московскому времени вот это было произнесено дело в том что у нас очень далеко ушла техника вперед настолько далеко что я уже начинаю сомневаться а земная ли она тот объем информации которая хранится перерабатывается в суперкомпьютерах он настолько огромен что никакая ячейки памяти его не могут удержать то есть информация что мы вкладываем в это дело каждый из нас помните каналы бесконечные вот что-то тут уже ненормально но эта тема другая это просто не то умение что-то где-то нами управляет и что-то тут уже намного сложнее чем нам кажется что где-то кто-то добрый дядя сделал компьютер а сколько у нее информации влезло не могло столько влезть и вот что получается это мы откладываем но техника современная это не только компьютеры это атомные бомбы это роботы-убийцы которые скоро будут убивать сегодня назвали нас врагами а завтра и свои создатели это очень сложная техника от нее отстает психология психика от нее отстает мораль это скучная материя откуда мораль берется я вам сейчас объясню вы вот смотрите на экран вместе со мной и как думаете что сейчас я вам расскажу про состав почвы почему деревья плохо или хорошо растут да вот она глина верхний слой все правильно вот но я сейчас о другом я а именно расскажу о мироздании а мироздании вот о том какое оно в 21 век и появились новая информация которая не владел не докучаев не достоевский если брать достоевского как там ну как бы сказать совесть нации или как можно назвать или допустим дарвин вот да кто угодно и вот посмотрите к чему я приведу для меня планета земля она искусственная открыли открывалась это не сразу постепенно 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 после все больше накапливалось да а наши предки они не были глупее нас они больше не обладали законформации вдруг наступила такая меня не выдержал дня два назад поймите меня правильно я открываю опять учебник биологии для восьмого класса ладно там это самое докажется что у человека нет души нет и все вы представляете уже за это надо было жечь эти учебники они учить детей вот а там была простая проблема мальчика покрасили я ниже покажу мальчика покрасили краской это было просто шоу и мальчик умер а когда красят деревья не миллионами врат этого никто не знает и не видит по той простой причине что учебниках об этом нет ни слова и вот сегодня особый день начинаем с мироздания закачиваем конкретные проблемы которые помогут нам вырастить сады и главное детей и души спасти перед вами планета земля видите почву разрезы вы мне будете сказки рассказывать что это хаотичное создание я говорю это искусственное создание вся планета земля какая подогромно не казалось вот наверно бог еще более могущественные и грандиозные посмотрите вот сюда посмотрите посмотрите на верхний слой почвы от 0 до 1 метр и больше почвы не то попадают до кучаева это же что вы знаете что нет это всего несколько тысяч лет назад когда про это они же что суглинах сухой песок вот какое имеет отношение к созданию почвы а песок песок что такое песок это минерал опять суглинах глина что такое по науке то глина это на самом-то деле это самое бывшие скальные породы которые превратились в глину выветрились и так далее но где жизнь на земле обводненный песок глина обводненные цвета где держать на земле несколько тысяч лет назад тут ничего не было принципе понимаете о чем речь идет я на это смотрю посмотрите на это и вы мне скажете что это земля которая по бомбардировалась рассказывалось на части когда в нее врезались кометы метеориты гигантские километровая вы мне скажете что это случайно вот кто-то брал ее как бабка колобок помните месила по сусекам вот и получили такие сусеки а луна это вообще чудо потому что я сейчас чему говорю как я сейчас к вере приведу к вере искусственная планета земля искусственно спутник луна единая система луна не может одной стороной все время быть повертой земля вращается спутник вращается это единое целое кто это как это смог сделать уже давно начал бы вертеться показывать там одну сторону мы никогда не видели вторую сторону луны это невозможно нас искусственно понимаете и наконец случился взрыв этого без меня прочитать и недавно полмиллиарда лет назад ну по нашим меркам по мирозданческим это было примерно позавчера и вот наука которая все знают и действительно которая это выяснила пишет кембрейские игры характеризуется резким возникновением разнообразие форм жизни которые возникли как будто из ничего вы чё к дарвинам то голову то морочите дарвин свое время назвал этот период тем фактом который не укладывается его теорию постепенно коллекционных изменений кто-то видел хоть как выглядит это сам молекула ДНК это сложнее всех компьютеров если взятых на земле одна молекула невозможно себе представить как она может работать в голове не укладываешь из ничего нет я не тоже говорю давайте ура побежали церкви нет церкви это только внешнее выражение той самой веры которая должна быть а парень холдейна на перевожу на нормальную жизнь появилась грязная лужа вот за период символен еще и главное кислорода не было вот сказки нам преподнесли кислорода не было жизнь возникла вот пожалуйста доказана теория дарвина кто доказал таки вот она из ничего появилась никто объяснить не может сейчас поймете к чему это говорю еще раз говорю я сейчас нет церкви и пожалуйста дарвин жизнь возникла в некоем мелком прогретом солнце пруду ага случайно вот так столкнулись молеку вы хоть знаете ведь как наука ведь это не я придумал что энтропия должна была эту жизнь давно уничтожить она не уничтожается откуда берется лишняя эта энергия будет который мы еще называем это божественной энергией откуда наберется и как молекула могла без этого без так до вдохнутого в нее молеку дынка вдохнута в нее вот это вот энергии существовать да еще как существовать невыносимых самых условиях а потом да потом приспособление по дарвину кланяю с низко дарвину но что жизнь возникла это сказки а вот откуда она возникла теория жила дынкова скромно со вкусом с точки зрения науки нагло вот же когда-то это самое ну почти признали ну почти вот сейчас появляется намеки на то что формирование вода принимаю важную часть что не это самым может строить это уже после нас появился один ком это что вот она а почему это потому что пусть это не выглядит так вот так вот она появилась но по крайней мере если это были к уже воде эти самые ну назовем их силовые каркасы вот когда в этой самой лужи то наполнились всему суп супе вот когда там появилось достаточное количество молекул и они строго встраивали встраивались как вот это самое и однажды появилась готовая это амеба появилась готовая это самая скалопендра и так далее и так далее вот что было и попробуйте докажите что вот это вот важнейшее открытие оно чем-то уступает чем случайно слепались грязная лужа но чем она хуже этого хотя бы к а почему я это сейчас говорю потому что в этой биологии должны были еще пару минут а потом будет нормальный разговор обычный людей в этой биологии где просто собрали кучу фактов это каждый год там 6 7 8 9 10 11 классы кучу фактов ненужных которые заполнить невозможно которые не влияют если бы как-то объяснила какой роль она играет вот что такое здоровые почки и почему это самое печень как на нее действует алкоголь это то можно было ну хорошо бы там поступил биофак поступил там в агро унесет пожалуйста там будут студентов задал эти мозги у одного из тысяч родится мысль 999 тоже нихрена не даже не поймут что думают студенты это самые умные эти это практически любой школьник становится студентом было бы желание и вот здесь то должны были вот это знаете как должно быть это должно быть так вот дорогие детишки уже много фактов которые невозможно объяснить наукой невозможно вот это невозможно нефти кровь земли невозможно мы все выкачаем потом останемся неизвестно с чем все это сожгем все углеводороды повысят эту самую co2 потом да вы посмотрите что творится на улице это начало до конца земли остановиться надо было раньше знаете когда я вам покажу подумайте о чем за забыли в учебниках на че упор должен быть и именно так сказать есть варианты понимаете дорогие детишечки надо про есть тут забыть история да но как история история религии как мы шли как история как догматы привели к тому что вместо того чтобы христос это так символ добра вместо этого миллионы трупов только потому что не по это кто-то двумя этими молился кто-то тремя перстами во что превратили эту религию и вот и это надо все писать все 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 надо понять что мы как сказать мы люди еще многого не знаем и надо все версии представить и вот эту что не 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 было так как было объяснено как после большого взрыва которых сайт никогда не было дури это из футбольного мячика уже насчитали сотни миллиардов галактик которые состоит из сотен миллионов звезд цифра невообразимые понять невозможно и все говорят про этот самый мячик который взорвался вот такой объем вещества размером мячик и там на триллионы этих триллионы лет только летают со скоростью 30 сейчас вот эту дубь все проходили да а вместо этого объяснить что кто-то возможно кто-то взял вот так вот существо по нашим размерам сверх гигантская сверх сильная сверх умная и кто-то создал оазис для жизни вот так вот так понимаете вот он перед вами это мол не факт дорогие ребятишки но это не исключается уж больно это все похоже вы понимаете вот эти чудеса их объяснить надо их не знал до куча может этот видел снимок но никогда не видел это может этот видел кто-то там специально да его невозможно увидеть потому что стоит только начать это копать 19 век она сразу водой заплывает все дальше уже не накопаешься туда не пустишь водолаза вот о чем речь идет и вот когда а потом сказать а потом узнаете долго долго на это было уже не теория а всего лишь гипотеза чтобы так вот развивалась от первого молекулы она усложнялась друг с ни с того ни с все давай пополам делиться и отделили разделившие половинки обе живые еще как-то жрать умудряются хотя жрать то нечего было нечего было жрать кроме минералов а вот попробуйте по погрызите это самый знакомый минерал вам это натрий хлор соль оба погрызите вот это попадите скалы залезть и открошите кусочек начнете грызть тогда все это смешным покажется и глупо взял и появился внезапно как появилась до скают вот в этом суда с первым веке значит появились два таких самых странных человека их не признавали потому что все это считалось глупостью вот потом нашелся один профессор который обмолвался а дальше испугался не сказать появилась новая теория появились намеки что вода может строить вода универсальный растворитель универсальный форма образователь вот это уже с экрана было и но эти намеки дальше не пошло россии не нужно свои эти самые на это самое ну люди которые могут что-то сказать умная она все там за рубежом там все умная когда-нибудь еще я вам скажу и пусть опять переиздайте миллионным тиражом книгу ломоносова она таким маленьким тиражом было сделано а может стать она уже в интернете есть надо будет посмотреть и там у него рода нет там у него книга называется так сейчас скажу вот память а это важнейшая книга там приводится примеры где мы теряем миллионы людей наших россиян из-за нашей дурости за нашей дикость она это дикость никуда ними не делать вот почитайте как мальчик которых рано приобщили к сексу оставались на всю жизнь причем речь шла о тысячах о миллионах мальчишек которые приучали к сексу потому что за тоже дури хватало и в семнадцатом 18 веке во времена это это самого рекрутерства когда на 25 лет мужиков забирали на 25 лет забирали а деревня деградировала а мальчишек приучали к сексу они вырастали детей делать не могли а сейчас когда это стало это сразу сейчас смеются си какая девочка дурочка все еще не нет а не мне не распробовал этот секс считается дурочкой вы понимаете все а ведь ломоносова можно было так преподнести чтобы дети мальчики знали когда-то будет раздельное образование будет с 8 9 класса хотя бы мальчики девочки отдельно и вот этого мальчиком первую очередь будут ломоносова понимаете почему у нас всегда нас не хватало почему это потому что вот это дурь дикость невероятная и у него там правда 7 10 примера это один из них вот о чем надо говорить вот это все должно быть школьном учебнике я еще на этом не остановился только начал и вот получается так когда мы вот это все окажется не просто все это не просто и когда это попадет учебники и будет тактично все это преподаваться по-настоящему будет сказано не знаем мы мы только догадываемся что если бог то он такой всемогущий что вот это вот было просто вот построена вот она построена как из кирпичика и всего этого вот а потом заселена и это гипотеза или как еще назвать заселена может быть чуть ли не с этими космическими кораблями раз и никто не стоит как вариант вот это вот что сам сама появилась но уже целенаправленно понимаете целенаправленно жизнь возникает существует двух япостасях вездесущая на два слова силовые матрицы а вот по-другому силовые каркасы или биополя их порождение материальное детище и вот тогда уже когда подводим богу так и говорим а давайте вспомним как развивалась наше человечество это была дикость мразь мрак это кровопролитие страшное появился уже уже даже когда появилась христианство уже появилась вот помните берут христиане штурмом христианский же город а пограбить то надо а насиловать то надо что говорит один другому а как мы это тут же половина христиан а половина мусульман как мы их отличаем а убивайте всех подряд бог отберет своих то есть им рай гарантирован убил все гарантирует представляете как может быть а мы должны знать другое что когда был христос который отдал за на жизнь вот у него было у него было самое на тот момент и до сих пор самая человеколюбивая мораль который потом извратили убивайте подряд в рай попадут еще и поможем вот но сами останемся тут их дочерей насиловать вот а их правильно там хорошо будет так вот сама человек по человеку и вот это даже школе проходить и что они случайно мы должны не убить не не это самое не не укради вот не не позавидуй там еще понимаете вот это когда случилось вот она биология извините проповедь получилась когда сечина начала этих самых рефлексы головного мозга изучать эти мысли были изложенным сечином книги рефлексы головного мозга содержание книги это в учебнике написано вот он свежий содержание книги ясно приводила к выводам об отсутствии у человека бессмертной души а что потом прогрессионном мыслищество встретила книгу восторженно все бога нет можно убивать представляете вот еще один кирпичик положил как надо учить детей чтобы они все равно без веры жить невозможно мы пропадем христианские страны пропадут первую очередь еще немного когда по команду их там все больше миллионные мусульман причем у них дисциплина у них это свои пастырь есть у нас пастырь нет у нас пастырь это бутылка сами знаете 100 грамм огурчик помните как этот говорю самому мужику надо этот самый савва мороза извините за это выражение как он говорил напиться водку и бабу а когда поступит команда резать христиан это они беззащитны мы все беззащитны никто не учит как китайцы что каждый умеет траться но готовься к войне помните выражение но внутри общества внутри человеческого общества его должна цементировать любой ближнему вот взаимопомощь его должна цементировать самопожертвование вот тогда окажется что не инстинктах головного мозга рефлексах дела если один человек отдает жизнь за другого разве нельзя было нормальную книгу сделать а а кстати но это еще ладно здесь больше про садоводство я перехожу к садоводству смотрите что ведь десятки миллионов а фактически сотни миллионов лет как появились растения на земле мы уже не будем говорить бог создал или инопланетяне завезли посадили там землю спахали ну знаете вот то что выше я говорю или третий вариант все это само из себя вылезло из почвы земля остыла почва появилась само вылезло ладно само вот но прошли миллионы десятки миллионов лет не обязательно на земле можно говорить на земле можно говорить пусть привезенное но все равно где-то на другом планете но за эти десятки миллионов лет сформировались совершенные деревья вкуснее не бывает посмотрите на этот рисунок тут и господи рисунок фотографии рисунки это у них у этих мошеннических сайтов и вот посмотрели вот это все совершенное потом целый класс людей которым огромные тысячи на последовательность стало миллионы особенно когда появился интернет надо искать лишние ветки тогда получается статья если дерево совершенно ни хрена этого не надо если не подхожу к дереву оно увешано плодами и вот 30 лет это самое вы видели они гниют так собрать невозможно это не факт что не надо было калечить 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 дерево совершенно это я опять перехожу к этому может к Богу может просто к Дарвину к этой природе которая создала совершенные вещи какие к черту лишние ветки как можно яблонь и груши в разных условиях выросли совершенно разное строение скелета подгонять этим самым брать секатом вы представляете если всех людей вот сейчас взять и всем одну прическу ну например ежик и мужчинам и женщинам смеяться будете а почему здесь не смеетесь или хотя бы не удивляйтесь этой дури а вот здесь вот есть то самое вот записки зачарованного сибирского садовода вот здесь уже доказательно то о чем я выше говорил вот и лежат эти книги и лежат а лежат до поряда времени мне бы уже как он писал мне товарищ вы не очарованы вы разочарованы да я очарованы разочарован неужели не доживу неужели не будет госзаказа неужели эти книги не разойдутся по этим по тем же школам неужели просто однажды кто-то умный который все-таки хотя бы одного нашего нормального который там где-то имея власть министра там президента академии наук или это который скажет вот это матери потому что вышел ничего не знает невозможно запомнить невозможно тысячи терминов они про каждый про каждый орган подробно подробно вместо того чтобы сказать что печень это печень алкоголь печень эти самые голова наркотики вот этого нет а то что надо то что жировой пояс девочкам богам дан чтобы падая они нет они не поломали кости вы знаете что такое перелом это самое шейки бедра это трагедия я был рядом с этой трагедией и бесплатная медицина полмиллиона рублей вот а для чего нужно жировой пояс он смягчает травмы и той и будущей девочки или коллеги или будущей матери чтобы плод не ушибся потому что невозможно прожить жизнь и ни разу не упасть вот так надо говорить а потом анорексия и прочее коллег делаем из девочек которые не могут детей родить про мальчиков сказал про девочек сказал хотя бы так как перейти на нормальный тон вот здесь доказательства того что существует пусть еще гипотеза но она настолько эта гипотеза и жаль что ученые боятся произнести слово гипотеза или теория появились намеки намеки появились книга появилась ведь можно же перестроить сознание детей можно чтобы да действительно боялись кары божьей боялись что боялись украсть постепенно войдет это один но поколение второе третье будет невозможно украсться ведь невозможно ворудить везде и всюду попробуйте что-нибудь оставить никогда не найдете посмотрите 200-300 мошеннических сайтов это все садоводство и ведь ни один не стесняется в лучшем случае скажут от мировых производителей а что они напишут что в России они обязательно замерзнут 100% это тоже мошенничество потому что Сибирь морозостойкие саженцы мне уже стыдно называть название этих сайтов и название этих питомников которые якобы ворачивают мошенничество дикое кругом а сами вырастить не можем сотни даже тысячи книг не может эту проблему решить мошенничество в кем мошенничество